Митрополит Саратовский Вольский Лонгин совершил чин основания храма святого благоверного князя Александра Невского в парке Победы на Соколовой горе города Саратова. Особое участие в торжестве приняли те, чья судьба связана с военной службой. На месте события побывали наши саратовские коллеги. Новость о возведении церкви рядом с мемориалом воинам, погибшим в локальных конфликтах стала отрадой для многих, кто часто приходил сюда, чтобы возложить цветы. Как правило, это представители союза семей, погибших военнослужащих. Прошло уже 13 лет, наш Павел был военным хирургом. Вы знаете, конечно, мы могли его отговаривать, он добровольно писал рапорт и ушел в Чечню добровольно, но мы уже понимали, что его ничто не остановит. В нем, видимо, тогда уже было развито настолько чувство долга, как офицера и как врача, он не мог оставаться здесь и мирно работая в каком-то госпитале. Когда мы узнали, что здесь рядом с памятником будет храм, мы, конечно, этому порадовались, поскольку хочется успокоить душу, хочется помолиться о ребятах. Еще в 2010 году на месте будущего храма был установлен памятный камень. Сегодня первое богослужение в этом строящемся храме во имя великого угодника, молитвенника и защитника земли русской. В Саратове во имя святого благоверного князя Александра Невского до революции уже существовал храм, и это был главный кафедральный собор Саратова. Заложен Невский собор был в 1815 году в память участия саратовских ополченцев и победе русского народа в Отечественной войне 1812 года. А в 1930-х годах собор уничтожили, и в послевоенное время на месте собора построили стадион «Динамо». Великое имя святый благоверный княжи Александрия. Мы, по милости Божией, приступили к реализации программы, от которой много достаточно говорили. Раньше о строительстве в нашем городе 20 новых православных храмов. Эта программа долго готовилась, несколько лет подыскивались участки земельные, люди, которые готовы были помогать. Вот сейчас, слава богу, все эти обстоятельства как бы сошлись благополучно, и вот уже больше десяти храмов уже строится в городе. Это строительство ведется исключительно за счет пожертвований, за счет спонсорских средств. Ни каких-то других денег, ни бюджетных, ни даже епархиальных на это дело не тратится. Вот это все помощь тех людей, которые готовы вот так участвовать не просто в благоукрашении своего города, а в его духовном восстановлении. Храм во имя святого Александра Невского небольшой и рассчитан на 100 человек. Субтитры создавал DimaTorzok